Здравствуйте! Это программа «Линия правды» и я ее ведущая Александра Гауэрт. В гостях нашей студии Гульмира Сагадиева, заместитель руководителя областного департамента юстиции. Мы рады приветствовать вас в нашей студии. Здравствуйте, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели. Гульмира Муталаевна, вот 30 сентября ваш профессиональный праздник, День работников органов юстиции. И в преддверии этого праздника наша передача. И хотелось бы спросить у вас, с чего вы хотите начать наш разговор? Наверное, с чего-то самого важного? Да, это действительно так, Александра. Сегодня мне вдвойне приятно находиться в вашей студии, потому что наша беседа будет проходить в преддверии нашего профессионального праздника, Дня работников органов юстиции Республики Казахстан, который ежегодно отмечается 30 сентября. Если начинать с самого главного, то мне хотелось бы сказать о том, что органы юстиции – это органы исполнительной власти, которые в пределах своей компетенции осуществляют правое обеспечение деятельности государства, поддерживают режим законности в деятельности государственных органов, должностных лиц и организаций, а также осуществляют защиту законных прав и интересов наших граждан и организаций. И это прямо предусмотрено законом Республики Казахстан об органах юстиции. Кроме того, очень важным аспектом нашей деятельности является то, что мы реализуем конституционное право наших граждан на получение квалифицированной юридической помощи. Наряду с работниками органов юстиции данную работу осуществляют в нашей Акмолинской области больше 300 адвокатов, порядка 85 частных судебных исполнителей, больше 200 частнопрактикующих юристов. И также на территории нашей области насчитывается порядка со 41 нотариуса, который осуществляет нотариальные действия. Законодательством Республики Казахстан именно юридическая помощь, она оказывается разносторонней. Если мы, сотрудники органов юстиции, ее осуществляем в рамках своей компетенции, то наши коллеги-юристы, которых я вот называла, это нотариусы, адвокаты, частнопрактикующие юристы и частные судебные исполнители, они оказывают широкий спектр данных услуг юридических. Для наших слушателей будет понятно, это тогда, когда, допустим, адвокаты осуществляют защиту прав и законных интересов в суде, в органах уголовного преследования, при оформлении каких-то документов и так далее. Нотариусы, естественно, осуществляют нотариальные действия для наших граждан. И это для нас очень-очень важно. Законом адвокатской деятельности и юридической помощи также предусматривается для отдельной категории граждан юридическая помощь, которая оказывается бесплатно в рамках гарантированной государством юридической помощи и комплексной социально-юридической помощи, на которые могут рассчитываться лица с инвалидностью, многодетные матери, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения, родители, пенсионеры по возрасту, участники Великой Отечественной и другая категория граждан, которая по велению времени изменяется, увеличивается, поэтому наши граждане могут на нее рассчитывать. Какие государственные услуги оказывают органы юстиции и как они изменились за последние годы? За органами юстиции остались такие государственные услуги, как регистрация некоммерческих организаций, опостелирование документов, аттестация лиц, претендующих на право занятия адвокатской деятельностью, нотариальной деятельностью, деятельностью частного судебного исполнителя, а также возбуждение исполнительного производства по заявлению изыскателя именно государственными судебными исполнителями. Вот такой спектр госуслуг оказываем мы, органы юстиции. Также очень важно отметить мне, что госконтроль и методологическое обеспечение в сферах регистрации недвижимости, коммерческих и юридических лиц и актов гражданского состояния также остались в ведении органов юстиции. Если говорить, как изменились эти госуслуги, то я бы, если проанализировать за последние 5 или 10 лет, я с уверенностью могу сказать, что все нововведения направлены на то, чтобы госуслуги оказывались легко, просто, быстро и доступно. Я думаю, это главные аспекты, которые нашим услугополучателям всегда очень актуальны, потому что, насколько понятны эти госуслуги нашим гражданам, зависит, конечно, в общем доверие наших граждан к институтам власти. Потому что жизненной ситуации вообще происходит очень много, и насколько быстро он может получить те или иные документы, насколько открыта эта госуслуга, конечно, это очень важно. Вот говоря о сроках оказания госуслуг, то я с уверенностью могу сказать, что сроки сокращены вдвое. Например, если взять сферу регистрации некоммерческих организаций, а если раньше мы их регистрировали за 10 рабочих дней, сейчас этот срок сокращен до 5 рабочих дней. Ликвидация юридического лица аналогична с 10 до 5 рабочих дней. Если говорить о регистрации коммерческих юридических лиц, а 90% субъектов бизнеса мы знаем, это товарищество, значит, если там были, ну, разные там были, конечно, сроки, 10 и 5 рабочих дней, то сейчас для всех субъектов бизнеса это регистрация, перерегистрация, это в течение одного рабочего дня. Значительно был сокращен перечень необходимых документов. Ряд тех сведений, которые мы можем получить при взаимодействии систем, ну, допустим, той же системы юридических лиц и государственной базы данных, физических лиц, системы юридических лиц, допустим, при взаимодействии с базой исполнительных производств, и так далее, мы уже получаем автоматически, и людям нет необходимости предоставлять бумажные документы. Что касается аттестации лиц, которые хотят заниматься адвокатской деятельностью, нотариальной или деятельностью судебного исполнителя, тоже оказывается электронно. Претендент получает результат оказания госуслуги и также направляет документы на рассмотрение посредством электронной системы Е-лиценз и получает также его результаты, как я уже сказала, тоже электронно. Сроки также были сокращены. А постелированные документы аналогично. Кратчайшие сроки. Везде есть альтернатива, как на бумажном, так и в электронном формате. Спасибо за ответ. Гульмира Муталаевна, какова роль подведомственных организаций в формировании правового Казахстана? Отвечая на этот вопрос, мне хотелось бы еще раз напомнить нашим слушателям, что наши подведомственные организации это палата юридических консультантов, нотариальная палата, палата частных судебных исполнителей и коллеги адвокатов. Но это, я думаю, уже всем известно. Какова роль подведомственных организаций в формировании правового Казахстана, я бы ее сказала, что она очень велика. Кроме того, мне кажется, что вообще развитие правового Казахстана без развития таких институтов, как адвокатура, нотариат, институт судебных исполнителей, он просто немыслим. В данном случае, почему я так говорю, потому что именно эти наши коллеги-юристы, как я уже говорила, осуществляют защиту конституционных прав наших граждан, которые осуществляют очень большой спектр нотариальных услуг, которые, значит, занимаются исполнением судебных актов. Поэтому эти организации для нас очень важны. Подведомственные организации – это некоммерческие организации, они зарегистрированы у нас в качестве юридических лиц. Это саморегулируемые, независимые некоммерческие организации, которые имеют свой устав, которые действуют в соответствии со своими профильными законами, то есть нотариат, закон о нотариате, судебные исполнители в соответствии с законом о статусе судебного исполнителя, об исполнительном производстве и статусе судебного исполнителя и так далее. То есть, говоря об органах управления наших подведомственных организаций, я бы хотела сказать, что они тоже изменяются. И, допустим, с 2018 года, после введения действий закона Республики Казахстан об адвокатской деятельности и юридической помощи, значительно изменились составы, допустим, дисциплинарных комиссий. Уже в состав дисциплинарной комиссии адвокатуры вошли помимо самих адвокатов три члена общественности и два судей в отставке. В нотариате, кроме самих нотариусов, также три члена общественности. Это тоже о многом говорит. Это говорит о том, что дисциплинарные комиссии, которые рассматривают жалобы и обращения наших граждан на некачественное получение какой-либо помощи, пусть нотариальной, пусть адвокатской или частнопрактикующего юриста, они могут рассчитывать на объективность принятия решения этих дисциплинарных комиссий. Поэтому роль подведомственных организаций, с которой мы тесно работаем, работу которых мы всегда ценим и уважаем, она очень велика для нас и очень важна. Сфера исполнения судебных актов, как правило, она проблематична и наверняка ей уделяется со стороны органов юстиции большое внимание. Давайте обсудим это более подробно. Да, это действительно так. Сфера исполнения судебных актов для органов юстиции это очень важная сфера. Она бывает проблематичной, я бы ее еще назвала очень чувствительной, потому что есть отдельная категория исполнительных производств, которые требуют особого такого подхода не только в юридическом плане, но и в психологическом тоже. Это, допустим, такие социально значимые категории исполнительных производств, как алименты, как исполнительное производство в отношении несовершеннолетних детей, это госдоход, это, допустим, выселение, снос, изъятие какого-либо имущества, в том числе земельных участков. Это все, конечно, очень сопряжено с многими аспектами, поэтому очень важно судебным исполнителям при исполнении своих должностных обязанностей обязательно строго соблюдать вот этот профильный закон, как я уже говорила, закон Республики Казахстан о исполнительном производстве и статусе судебного исполнителя. Это очень важно. В том случае, если мы получаем жалобы или обращения со стороны, как сторон исполнительного производства, это бывают жалобы и со стороны взыскателя, и со стороны должника, в соответствии с законодательством нашими сотрудниками также осуществляется внеплановый контроль, где проверяется вся полнота действий в соответствии с законом судебных исполнителей. И в случае, если нарушение выявляется, то направляется в соответствующее представление на дисциплинарную комиссию региональной палаты частных судебных исполнителей. Кроме того, я хотела бы сказать, наиболее часто к нам люди обращаются, это в том случае, если они попадают в реестр должников или имеется запрет на выезд за пределы Республики Казахстан. Поэтому у наших граждан сейчас в рамках полной цифровизации Казахстана есть такая возможность на соответствующем портале заранее это все посмотреть, как должник попадает в реестр должников, единый реестр должников. Это единая такая система, которая ведется на сайте Минюста. Это единая система тех должников, в отношении которых исполнительное производство было возбуждено. Должник попадает туда в момент возбуждения исполнительного производства и исключается оттуда в момент его прекращения, то есть тогда, когда это исполнительное производство уже исполнено. Поэтому, как я уже говорила, наши граждане могут на соответствующем сайте заранее это посмотреть. Сейчас существует возможность в соответствующих терминалах оплатить долг, допустим, если срочно нужно выехать за пределы Республики Казахстан в соответствующих терминалах. Это и на платформе КАСПИ, КИЗ, ПОСКИ, КАСПОЧТА и так далее. Нахождение лица в реестре должников может быть препятствием, как я уже сказала, для выезда за пределы, для осуществления каких-либо нотариальных услуг, например, с недвижимостью. Также может быть препятствием для открытия банковского счета или для регистрации в качестве учредителя юридического лица. Поэтому очень важно, мы всегда открыты, существует колл-центр, по которому можно позвонить и узнать информацию об том или ином исполнительном производстве. Также на правовой информационной системе Минюста тоже существует колл-центр, по которому можно позвонить и узнать всю необходимую информацию. Эта сфера действительно для нас очень важна и актуальна. Есть следующий, не менее актуальный вопрос. Это праворазъяснительная работа и работа с рассмотрением обращений граждан. И вот как она изменилась на сегодняшний день? Ну, если начать с рассмотрением обращений граждан и юридических лиц, то после введения в действие административно-процедурно-процедуального кодекса, конечно, она изменилась. Она была важна всегда и до этого. Но качественно изменился вообще подход к каждому обращению. То есть в том случае, если к нам обращаются граждане и мы принимаем неблагоприятный акт, то есть отказываем в удовлетворении того или иного заявленного требования, то мы за три рабочих дня до окончания срока обязаны с предварительным ответом ознакомить нашего заявителя и провести процедуру заслушивания, где также учитывается мнение самого заявителя. И в течение трех рабочих дней заявитель, гражданин, который к нам обратился, он может написать свое возражение на это. Поэтому, естественно, каждое обращение мы должны подходить объективно, рассматривать все сторонние, соблюдать сроки, которые отведены АППК, да, поэтому для нас это очень-очень важно. Этому уделяется особое внимание. Это наша каждодневная работа. Это каждый сотрудник юстиции это очень хорошо знает, потому что ответственность здесь очень большая есть, в том числе и, допустим, за непредоставление вовремя на запрос суда суд может наложить и даже денежное изыскание. Это тоже мы четко понимаем, знаем эту ответственность, поэтому в этой части мы всегда дисциплинируем наших сотрудников, мы стараемся к каждому обращению подходить очень тщательно. Расследовательная работа, она как была, так и остается нашей основной задачей. Мы работаем в повышении правовой культуры наших граждан. Сейчас особое внимание уделяется также проведению растительной работе вплоть до сельской глубинки, чтобы каждый именно гражданин отдаленной сельской местности знал о своих правах, знал, что он может получить бесплатную юридическую помощь. Для этого функционирует тоже правовая информационная система, которую я уже вкратце затронула в своем разговоре. В сокращенной аббревиатуре это ПИС, это круглосуточная информационная система Минюста. Которая отвечает по правовым вопросам. Также там имеется кал-центр исполнительных производств и так далее. То есть правоваристительная работа нами ведется постоянно, ведется вместе обязательно с нашими коллегами-юристами, адвокатами, нотариусами, судоисполнителями и юристами. Об этом я уже говорила, и эта работа будет продолжена, а наоборот мы стараемся какие-то новые подходы иметь, прямые эфиры, электронные и так далее. Поэтому это для нас очень важно. Какая работа проводится органами юстиции для повышения имиджа как раз-таки органов юстиции и их роли в обществе? Ну, повышение имиджа органов юстиции и их роли очень хороший вопрос. Вы знаете, я бы хотела в этой части сказать о том, что нами всегда проводится работа над тем, чтобы наши сотрудники соблюдали этические нормы при исполнении своих должностных обязанностей. С уважением мы относились к каждому гражданину, который к нам обращается. По мере своей возможности необходимо постараться помочь человеку, либо, если не входит в нашу компетенцию, то, по крайней мере, направить человека, что необходимо обратиться туда-то для разрешения того или иного вопроса. Поэтому повышение своего профессионального уровня, поведение этическое, как на работе, так и в быту, это осталось также нашей основополагающей работой. И это работа, которая возложена также на уполномоченных по этике областных департаментов юстиции и на административные отделы. Также работа по профилактике и недопущению коррупционных нарушений. Это тоже важная роль, потому что это то зло, которое налагает пятно на любые государственные органы. Поэтому в этом смысле работа нам обязательно должна быть продолжена. Это имидж, это роль органов юстиции, как юридическое ведомство нашей страны. Поэтому то, как мы себя ведем, как мы относимся к своим должностным обязанностям, это, конечно, показывает многое. Время нашего эфира, к сожалению, подошло к концу. Я от всей души хочу поздравить вас с наступающим профессиональным праздником и ваших коллег. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо большое. Дорогие телезрители, мы не прощаемся с вами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова